Продолжение следует... Дорог, так скажем, развязок и прочего. Вот видите, вот эта линия, по ней будет исправлено этот вот бордюрчик, то есть он будет уже нормально сделать, чтобы не было вот этой страшной ловушки. Прямо сейчас, сегодня у нас 24 число октября, пятница. Вот, вот у спектра есть с собой схема, он сравнил ее с тем, что должно быть, и с тем, что есть. И рисует, что нужно убрать, вот так вот мелом, оранжевым, красивым. Я думаю, в течение дней двух порядок здесь будет наведен. Не очень ровная линия, но она будет ровнее, когда ее доделают уже физическим планом. Вот это называется работа с руками, так я понимаю. Третье транспортное кольцо, внутренняя сторона. Раньше попасть на автозаводскую улицу с трешки было невозможно, с внутренней трешки. Сейчас здесь сделали изменения. Смотрите, здесь будет поворот, после которого, проехав по этой вот загогулиночке, можно будет попасть на автозаводскую улицу, спокойно выехать в центр. Но из-за этой загогулинки здесь сделали вот такой вот островочек. И он здесь, конечно же, нужен. Он размежает потоки, чтобы не было проблем у водителей, которые раньше здесь ехали в три полосы в сторону трешки. Мы сделали ее не очень хорошо. Видите, какая была разметка. И она нормальная. Она по ГОСТу, она по плану, она по схеме. А островочек сделали вот такой. Кто-то ошибся на метр. Ну, а то и больше. Сейчас здесь на месте работает инспектор, который объясняет подрядчику все его несостыковки. И вот по этой оранжевой линии будет переделываться, очевидно, чтобы нормальный второй ряд действовал без каких-либо ограничений. Чтобы это было возможно, чтобы это было не опасно. Вот такая страшная штука. Ехал-ехал себе, а-а-а. И приехал. И он тоже, он на телефон снимает. Видите, он тоже будет жаловаться, а какие-то вращения писать. Образно говоря, примерно так. Ну да. Должны понять, что вот именно так. Постоянно ровно, но да. Вот нашелся знак вот такой дорожный. Может, сейчас уговорю инспектора временно поставить его здесь. Уже относится к временным и доставительным работам. Инспектор тщательно фиксирует все свои замечательные рисунки на асфальте, чтобы потом подрядчики не смогли сказать, что вы как нарисовали, вы так и сделали. Он рисует. В общем, он рисовал, и будет требовать именно примерно такого, ну даже более ровного геометрического производства бордюра. Инспектор продолжает рисовать правильное направление для этого островка, который по плану совсем другой. А я вам сейчас расскажу печальную новость. Вы знаете, сколько штраф сейчас за такую вот пертурбацию с дорожной разметкой и с дорожными островками. Вот здесь сейчас сидит человек, которого инспектор оформляет административный протокол. Штраф в размере от 2 до 3 тысяч рублей на юрлицо. И мне кажется, это совсем не та цена, которую должны нести ответственность. Потому что здесь мог пострадать человек, а не один. Цена должна быть намного глубже, намного больше, чтобы у подрядчика не было даже мысли как-то мудрить или упрощать. Штраф должен быть такой, чтобы 7 раз отмерили, чтобы 77 раз отмерили и один раз положили асфальт. Чтобы не было такой вот смертельно опасной штуки в носом дорогах. Как вы считаете?